Здравствуйте! В очередном выпуске новостей мировой недвижимости «Явление про Гвая», предложение из Германии и ответ на вопрос, кто может за пару часов поднять спрос на недвижимость в Турции. Начну с впечатлений и новостей с последних выставок зарубежной недвижимости. Рост процентных ставок привел к интересному появлению предложений сильно ниже рынка в Германии. Объекты выставляют инвесторы, те, кто последнее время очень много покупал и очень много продавал. Активные игроки рынка. У них действительно большой портфель предложений, они же, приобретая жилье в кредит, чаще выбирали плавающую ставку. А дальше картина понятна. Банки ставки поднимают. Ежемесячные платежи могут расти, причем даже не на проценты, а буквально в разы. Для того, кто владеет одной квартирой, да еще живет в ней, да еще и выбрал ставку фиксированную, ничего по сути не поменялось. А вот для тех, кто играл по-крупному, очень даже. Вот они-то вынужденно и быстро продают единичные юниты. Такие схемы, разумеется, не массовые, но найти свой шанс при желании можно. Впервые на моей памяти в Москве представляли недвижимость в Южной Америке, вот куда нас занесло. Последние месяцы на слуху Аргентина. Россиян, за последний год приехавших туда, уже десятки тысяч. Но на этот раз в столице представляли другую страну – Парагвай. Знаем мы о нем мало. Не уверены, что многие, например, назовут столицу Асунсьон. Но важнее то, что здесь можно получить разрешение на пребывание на основании, по сути, лишь желания и чистой биографии. Покупать недвижимость или подтверждать большой доход не обязательно. Конечно, потребуются средства на перелет. Добираются в Парагвай обычно через Турцию и затем Бразилию. Плюс оплата юриста, который поможет решить иммиграционные вопросы. Появились в Рунете и реальные объекты в Парагвае. На Прианру их пока не очень много, но цены кажутся интересные. По ссылке в описании к этому видео можно познакомиться. В завершении блока экспоновостей информация не столько для посетителей, сколько для потенциальных участников. Похоже, будущей осенью нас ждет сверхнасыщенный выставочный сезон. Если в первом полугодии в Москве было и еще будет 7 выставок зарубежной недвижимости, то в следующем их ожидается уже 10. Буквально каждую неделю. Высокая активность. Она, конечно, приятна, хотя все равно остается вопрос, а будет ли соответствующий интерес со стороны россиян. Впрочем, как мы убедились на уходящей неделе, власти нашей страны активно работают на его поддержание. Российские новости последних дней, я говорю, конечно, об электронных повестках подстегнули спрос на зарубежную недвижимость. Не в той степени, конечно, как год назад, и уж тем более совсем не так, как в сентябре-октябре 2022 года. Но, тем не менее, с вечера 11 марта на треть выросло число запросов. Более всего почти в два раза на объекты в Турции. Тут надо понимать, что на спрос в этой стране по-прежнему влияют как февральские землетрясения, так и майские выборы. Поэтому нынешний рост, он еще и следствие недавнего спада. И все равно, россияне опять активно ищут не просто недвижимость, но место, где можно находиться постоянно. А тут еще приближается курортный сезон. То есть, вновь встает вопрос, как в Турции выдают сейчас виды на жительство. К сожалению, в туристическом ВНЖ, а точнее по аренде, сейчас отказывают, как в первичном, так и в продлении. А вот на основании владения недвижимости ВНЖ получить можно. Самое главное обращать внимание на четыре пункта. Первое. Недвижимость должна быть куплена в открытом под ВНЖ районе. Второе. Оценочная стоимость должна быть не менее 75 тысяч долларов. Третье. Недвижимость должна быть сдана в эксплуатацию. То есть, должен быть получен искан, это технический паспорт. И четвертое. Если цель получения ВНЖ, не покупайте недвижимость в долевое владение. Максимум, кого впишите в ТАПУ, это супруги и дети до 18 лет. Для сдерживания концентрации иностранцев в Волане все еще остаются закрытыми под ВНЖ районы Афсалар, Махмутлар, Кестель и Каргаджак. Хочется надеяться, что за счет отказа ВНЖ демографический перекос изменится и в ближайшее время эти районы откроют. Откроют или не откроют один из многочисленных вопросов, который возникает сейчас, когда мы говорим о Турции. Все все равно ждут выборов. Даже если после них ничего не изменится формально, фактически поменяется главное. Понимание перспектив, а значит и настроение продавцов и покупателей. А вслед за ними спрос и цены. Официальных же перемен пока нет. 30 марта парламент Турции отклонил предложение о запрете на покупку недвижимости иностранцам. Конечно, после выборов все может быть абсолютно по-другому. Но это все равно важный факт. Определенный барометр, показывающий настроение тех, кто определяет жизнь в Турции. Запретить иностранцам покупать недвижимость неразумное решение. И оно очень сильно ударило бы по экономике страны. Особенно в курортных зонах и крупных городах строительный сектор является основным денежным потоком. Но как многие знают, 14 мая в Турции ожидаются выборы, после которых могут внести поправки. Уже давно обсуждается вопрос о поднятии кадастровой стоимости. Ее хотят приравнять к продажной или хотя бы к оценочной. Возможно, введут дополнительные налоги или внесут поправки в саму процедуру оформления ТАПУ. Например, как было в прошлом году и появилась справка об обмене валюты. Возможно, повысит инвестиционный порог получения гражданства. На данный момент по гражданству за инвестиции никаких изменений нет. Все так же при покупке недвижимости на сумму в 400 тысяч долларов кадастровой стоимости можно получить турецкое гражданство за 6-8 месяцев. И в завершении анонс. 20 апреля, то есть в следующий четверг, мы будем говорить о недвижимости Кипра. Ценовая динамика, новые проекты, изменения последних месяцев и, конечно, получение ПМЖ. Ценные информации от Анастасии Янни, руководителя Cyprus Sotheby's International Realty. Участие бесплатно. Все подробности в описании к ролику. До скорой встречи. С вас лайки и вопросы по почте. Всем мира и безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok